Привет, капитаны! Вы шпили FW Channel, канал, где изучают корабли. Попробовав в боях уже многие из новых крейсеров Испании, а восьмерку, девятку и десятку особенно активно, могу сказать, что десятка Кастилия резко выделяется на фоне предыдущих уровней, делая существенный скачок в развитии. Во-первых, у нее наконец-то решается одна очень важная проблема испанских крейсеров более низкого уровня. Широкий передний траверс цитадели в сочетании с широким и длинным носом с тонкой броней, из-за чего испанцы низких уровней очень легко цитаделятся в нос даже крейсерами. Особенно на восьмерке это заметно. Я сыграл на ней уже много боев и очень часто меня где-нибудь ближе к концу боя шоттл крейсер, с которым я пытался сближаться. Это, конечно, сильно удручало. Так вот, у десятки уже не только нос не такой длиннющий, как у восьмерки, но что важнее, передний траверс цитадели представляет собой узкую полоску, в которую уже достаточно сложно попасть, а значит тяжело выбить цитадель через нос. Да, обшивка носа все еще 25 мм, но все равно по части живучести Кастилия делает серьезный шаг вперед. В том числе существенно снижается вероятность ваншотов. На это еще влияет и тот важный факт, что цитадель у Кастилии, в отличие от крейсеров предыдущих уровней, расположена гораздо ниже и лишь немного торчит над водой, а не выпирает, как огромная мишень у других испанцев. Если у испанцев предыдущих уровней с живучестью была серьезная проблема, то у Кастилии она наконец решается. Но живет в среднем неплохо и не склопывается. В частности, на живучесть оказывает положительное влияние еще и высокая скорость корабля. 38,9 с флажком. А с перком неравный бой так и вовсе выше 40 узлов. С энергетической установкой в четвертом слоте уже можно неплохо играть скоростью, осложняя попадание по нам. Кастилия во время активных маневров имеет скорость чуть выше 30 узлов, то есть маневрирует на скорости, которая является почти максимальной для других крейсеров при движении по прямой. Маскировка неплохая. 11,7. Все это способствует пусть и не отличной, но достаточно хорошей живучести корабля. Но вызывать зависть у других десяток Кастилия начинает не своим корпусом, а огневой мощью, которая происходит из 9 орудий крупного калибра 254 мм с неплохой скоростью перезарядки для такого калибра 11,4 секунды с модулем в сочетании с альтернативной фишкой серия залпов, сильно напоминающей ту, которая есть у суперкрейсеров, только залпов серии 2. Но зато интервал между ними всего 1,06 секунды. И это, конечно, слишком мощно. Настолько, что я считаю это за гранью баланса для кораблей 10 уровня. Ведь из-за этой фишки в нужный момент крейсер вдруг становится в два раза мощнее. Нужно лишь не растрачивать эту мощь на обычное поливание фугасиками, а выбирать момент и просаживать цитадели. Обычно, если крейсер подставляет борт любому другому крейсеру 10 уровня, то рискует получить только одну плюху. Даже если огонь ведет крейсер с очень высоким ДПМом, все равно есть возможность, как правило, успеть подвернуть борт, чтобы вторая плюха уже пришлась под углом, не выбивающим цитадель. Чаще всего так и происходит, если только цель не спит на ходу. А Кастилия наказывает подставившую борт цель сразу двойным залпом. И увернуться от второго практически невозможно, так как он следует всего через секунду за первым. В опытных руках это очень мощная вещь. Также эта штука дает преимущество и в других ситуациях. Например, когда надо добить шотную цель, пока она не успела сделать выстрел по нам. Или же когда цель уходит за остров, и мы уже никак не успеем дать по ней второй залп в обычном режиме. А в альтернативном можем успеть. Или чтобы добить эсминец, пока он не ушел в дымы. Или подводную лодку, пока она не погрузилась. А также во многих других ситуациях. Кто играет на таких суперкрейсерах, как Анаполис, Канде и Эдгар, тот знает, насколько серьезные преимущества дает серия залпов. В итоге у меня при игре на Кастилии возникает ощущение, что я играю на суперкрейсере, если не 11-го, то 10-го с половиной уровня. За счет альтернативной фичи в сочетании с таким крупным калибром корабль на пол головы выше большинства других крейсеров 10-го уровня. Кстати, даже среди суперкрейсеров нет ни одного с серией залпов и таким крупным калибром. У Канде 240 мм, у остальных гораздо меньше. Так что новая десятка Испании не то что удалась. Она, на мой взгляд, выходит пока слишком имбовой. Испанские крейсеры других уровней уже не так гнут из-за сильно худшей живучести. Да и калибр у них поменьше. Кастилия же это просто праздник какой-то для крейсероводов. Пока не понерфит. Хотя, кто знает, вдруг все-таки оставит. А пока что корабль выглядит как достойная цель для будущей прокачки, когда она станет бесплатной и общедоступной. Сборка корабля у меня следующая. Надеюсь, теперь вы лучше узнали Кастилию и поддержите канал в ответ, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Субтитры создавал DimaTorzok